здравствуйте зовут меня игорь лебедев я вас сегодня приглашают некой беседе о семейных фотоальбомах о частной жизни потому что любой семейный фотоальбом по сути эта демонстрация своей частной жизни мы часто не задумываемся что через какое-то время любой альбом становится достоянием общественности а его эти фотографии семейные можно встретить на различных барахолках развалах комиссионках букинистических магазинах они начинают распространяться разрушается истории семьи но есть альбом как такой уникальный объект который по сути сохраняет память его очень тяжело разрушить из него очень тяжело вытащить фотографию хотя иногда очень хочется потому что по каким-то причинам история незнакомых людей она не раскрывается перед нами но зато каким-то образом нас трогает та или иная фотография и мы хотели бы ее сохранить мы хотели бы возможно с ней жить общаться с этими людьми на своем уровне и это очень важно для нас становится потому что таким образом мы как бы возвращаемся к себе к истории своей семьи к вот этим ощущениям которые заставляют на самом деле задуматься что перед нами фотография которая возможно была снята 100 150 лет назад это удивительно когда мы начинаем ощущать время и это время перед нами начинает раскручиваться в обратную сторону и мы погружаемся туда и начинаем думать о том а как же мы сейчас живем что сейчас представляет из себя например семейный альбом или такая та же самая семейная фотография я не классически буду сегодня говорить с вами о семейным альбом дело в том что моя область такого увлечения это все-таки художественная фотография творческая фотография и я хочу наверно с вами прежде всего поделиться некими подходами которые позволяют мне видеть в семейных альбомах что-то большее чем просто история одной семьи чем вот этот вот документ который может при желании естественно раскрыться а если мы будем тщательно изучать каждую фотографию если мы будем стремиться узнать кто на ней изображен атрибутировать кто это такие какому сословию они относятся еще что то нет я буду говорить с вами чуть-чуть о другом я буду говорить о том что каждый семейный альбом каждая в нем фотография сейчас потенциально находится на границе между искусством и документом истории и современностью современным искусством и классическим искусством что за ней стоит огромное количество людей которые ее выполнили начиная от тех людей которые позировали заканчивая теме кто наклеивал возможно фотографии когда-то в этот альбом теме кто их сейчас спасает ну по сути всеми нами которые не могут пройти мимо старой фотографии и не как бы вот сохранить ее есть это желание сохранить ну и естественно я поставлю вопросы которые мучают меня сейчас потому что здесь современной ситуации цифровой фотографии начинаешь задумываться что мы вообще будем оставлять после себя потому как любая технология она цифровая она кажется неживучий не из-за того что фотография сама по себе не сохранится а скорее из-за того что мы не знаем какая технология придет ей на смену то есть актуальность вроде бы остается а вот сама технология которая меняет всю суть семейные фотографии она меняется не даром чтобы вот коснуться этого можно сказать не даром современный человек наверно большую часть фотографий делает мобильным телефоном это удивительно может ли мобильный телефон стать создать архив семейные фотографии и как же он тогда существует и что мы будем рассматривать после этого что мы будем оттуда выкидывать что мы будем оставлять все этого все это вопросы 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 бесконечно сейчас я начну с показа большого количества снимков ну или какого-то количество снимков которые показывают даже не показывает а демонстрирует нам различные семьи само само сам термин семейный альбом он связан именно с семьей и одновременно он начинает ставить эти фотографии точно так же ставит вопрос а точно ли мы понимаем что эта семья точно ли мы можем сказать что там только члены семьи нет друзей нет каких-то случайных персонажей которые случайно оказались там и когда мы внимательно рассматриваем эти фотографии вот они сейчас несколько раз пройдут перед вами для меня это важно просто я иногда буду делать паузу мы медленно погружаясь в это начинаем обращать внимание на то что в каждой фотографии есть наверное какой-то элемент который как раз и провоцирует наше внимание на этом изображении и останавливает наш взгляд и нам хочется вернуться потому что мы что-то не рассмотрели что-то не поняли что-то не увидели дальше идет еще один уровень потому что мы в общем то наверное хотим понять а как же они жили и может ли вообще фотография показать взаимоотношения в семье и что она вообще должна показывать эта семейная фотография хочется задать вам сейчас вопрос это только начало это такая вводная часть потому что мы сейчас действительно посмотрели семью семейная фотография все они позируют фотограф где-то присутствует все они чего-то жду мы ждем вместе с ними вот что в них есть такого что заставляет или в этой вот фотографии такого что может быть вас провоцируют на длительное рассматривание запускает вот эти вот не переживания о мысли что вы хотите от нее получить или ничего не хотите да вы обращаете внимание на какие-то вещи которые или моменты которые делают эту фотографию таким порталом перехода другое дело что я например показываю эту фотографию всегда или увидев ее первый раз я задумываюсь о том что ничего не поменялось мы точно такие же у нас тот же самый самый дух времени мы точно также пьем чай и точно также смотрим в камеру когда нас снимают если мы не торопимся не бежим а просто останавливаемся и сиди в этом суть фотографии что она схватывает то что характерно и объединяющая все времена и всех людей поэтому разговор о том кто они были такие знаете я могу смотреть на вас и задумываться а кто вы такие а вы будете смотреть на меня и точно так же говорить а кто я такой это бесконечный диалог да вот семейная фотография она создает это поле диалога на уровне семьи мы привязываемся к семье вспоминаем о своих близких о времени о конкретных ситуациях того что в какой снято эта фотография когда она снят когда они позируют когда они заняты своим каким-то делом то отдыхают и вот решили сделать фотографию это очень приятно естественно они совершенно по-разному себя ведут потому что кто-то напрягается на съемке кто-то действительно смотрит камеру возможно или смотрит не в камеру а общается с каким-то другим человеком то есть каждая семейная фотография начинает рассказывать историю но мы можем с таким же успехом сказать что вообще каждая фотография рассказывает историю почти всегда она рассказывает историю если там есть человек вот это вот сильнейшее отличие что в большинстве случаев в то время девятнадцатого века а фотографы снимали людей это был самый важный объект съемки и самый главный объект съемки все остальное было не так важно а много чего снимали вы знаете как бы луну снимали мосты еще что-то снимали но это было локально все таких фотографий сохраняется не так уж много зато мы можем столкнуться только с тем что объем вот этих вот семейных фотографий с изображением различных литв он до сих пор ужасно огромен и сейчас мы его просто пополняем пополняем и он уже как бы пить а переходят всякие границы весь интернет ими за заполню просто в тот момент скорее всего там начале девятнадцатого века да это точно когда появляется фотография был была такая ситуация когда плохие фотографии не сохранялись сохранялись только идеальные фотографии только идеально снятые во-первых фотограф фотограф снимал и у него было свое понимание того что такое хорошо и другой стороны модель никогда не хотела получать плохую фотографию вот эта эволюция которая с этого момента по сути начинается эволюция самой по себе фотографии отношения к семейному альбому она а и к семейной фотографии она настолько интересно потому что мы видим как меняется культура человека сам он продолжает быть таким же на всем протяжении истории а вот культура отношению к фотографии отношения фотографа к снимаемым профессионализм да или не профессионализм любительство или ремесленничество они меняются снимок который ставит вопрос она хорошая а что они делают как вы у них отношения какие как они общаются между собой любят они друг друга или нет вот это все семья на самом деле естественно за этим стоят люди и можно действительно покопаться узнать как их зовут чем они занимались но после этого нет фотографии фотография здесь выступает как причина исследования но вот с моей точки зрения сейчас очень часто действительно фотография является воспринимается как документ который требует расшифровок для того чтобы и дальше каждый решает для себя что но в большинстве случаев это специалисты которые очень глубоко погружаются туда и пытаются узнать что-то о времени дополнить этот рассказ который создали писатели художники музыканты все что угодно чтобы оживить его то есть фотография это способ оживления того духа времени который просто проецируется через фотографию как через портал до нас нас достигает но вернемся к истории где-то год наверное я уже не помню год или два назад мы делали выставку частная жизнь по материалам семейного альбома это достаточно было важно потому что мы в момент ее подготовки очень много о чем думали размышляли и как бы пытались понять является ли например архив семейный материалом для того чтобы создать или воссоздать семейный альбом несет ли он больше чем альбом как вообще создавались альбом каким образом это происходило если огромное количество негативов в том числе и стеклянных не сопровождается фотографиями они утеряны они разбросаны и только негативы стеклянные они вот остаются мы вам показываем сейчас фотографии эти стеклянные негативы и они разные относящиеся к разным семьям к разным периодам времени но все они как матрица вот этого перехода да и когда мы смотрим на этот архив музеи часто над этим задумываются что мы не знаем как их печатать потому что то как печатал фотограф тогда как он понимал этот снимок с какой тональностью как он его обрабатывал добавляя цвет за счет тонирования мы не можем сейчас повторить у нас нет его воображения это снова такой вот удар к тому что как бы намек на то что современный архив он точно так же по сути не перевариваем то есть по сути мы каждый раз сталкиваясь семейные фотографии сейчас в том числе со своей собственной мы начинаем трактовать свою историю историю своей семьи каждый раз меняясь мы меняем цветность того или иного сюжета меняем его обрезку выбираем одну сначала фотографию потом меняем на другую нам хочется движения здесь же все статично как матрица но она перед нами не раскрывается то есть вот этот разрыв между архивом и семейным альбомом а есть еще один момент который как бы дополняет это все это еще архив фотографий то есть те семейные фотографии которые никогда не были вклеены в альбомы по той или иной причине они россыпью если альбом создает историю то не первая не вторая не первый не второй архив историю не создает он провоцирует нас на рассказ своей истории на трафтовке определенной действительно можно купить сейчас альбом можно купить архив чьей-то семьи и попробовать создать эту историю недаром где-то восьмидесятых с восьмидесятых годов может быть даже с конца семидесятых делались попытки художниками прежде всего попытки интерпретации истории семьи и создавались как бы вообще митические истории семьи это тоже момент который вот заставляет на самом деле задумываться а что после нас будет что будет с нашими архивами ведь мы то интересуемся да как бы значит и нашими архивами будет интересоваться и будет ли в них точно такой же дух времени и будут ли в них точно такие же истории следующим моментом который вот на выставке присутствовал это то как где лежит граница между документом и искусством вы видите что сами по себе альбомы лежащие в витринах они не очень большого размера они предполагают индивидуальность просмотра ну может быть два-три человека обмен мнениями воспоминания тогда как фотография которая распечатана на всю стену она имеет совершенно другой подход мы на нее смотрим мы скорее здесь смотрим композиционное расположение фотографий как они уравновешиваются или одно один из подходов именно такой мы видим дизайн во многом мы еще видим следы времени потому что какие-то фотографии исчезают какие-то сохраняются мы можем задумываться о том почему это происходит возможно что они относятся к разным периодам времени но если они относятся к разным периодам времени значит что что их наклеивали не в определенной последовательности а снова интерпретировали историю когда выделалась выставка самым пожалуй важным моментом этого всего было открытие для нас кто работал над этой выставкой было открытие того что российский семейный альбом вообще семейная фотография она резко отличается от зарубежных абсолютно она уникальна почему потому что до 1914 14 15 года история шла правильно были определенные тенденции которые были свойственны альбому но после все начинает разрушаться история семей начинает ломаться потому что кто-то за белых кто-то за красных белые начинают прятать уничтожать свои фотографии красные например наоборот начинают условно говоря создавать свою историю и во многом они ориентируются на то как воспринимается семья после революции да то есть правительством государством коммунистическом неком контексте правдивая ли это история семьи или нет семья ли это или нет в остальном мире такого практически не происходит рассматривая страницы альбома например вот этого мы на самом деле наверное вот мы сейчас с вами посмотрим довольно-таки большой объем изображений и каждый раз я вот попрошу вас тоже задумываться о такой вещи конечно мы смотрим их с интересом это другая жизнь но раскрывая вот эту вот страницу мы по сути получаем некую матрицу того каким должен был быть альбом в определенное время по каким по какому принципу фотографии например компоновались это предположение это предположение это не факты это предположение потому что мы опять же начинаем углубляться в изучение альбома как такового да искусство ли это искусство создания альбома это искусство мы смотрим и видим как возникает ритм поворота головы в одну сторону мы смотрим как здесь он превращается в симметрию мы смотрим как дети выделяются в отдельную группу мы смотрим что вообще эта страница посвящена возможно детству молодому поколению и только один человек на этой стороне на этом развороте он относится к другому поколению все то же самое мы снова попадаем в эту бесконечную ситуацию когда все повторяется именно таким образом вообще традиция создания фотоальбома она толкает и изменяется эволюционирует мы акцентируемся на чем-то стандартном на каких-то принятых правилах из того же альбома чувствуете стиль или нет когда я смотрю на это я начинаю думать о том человеке который это все нежно раскладывал тщательно вымерял создавал композицию этого альбома и рассказывал какую-то историю мне не очень интересно наверное вот лично мне не очень интересно знать кто это такие мне интересно понимать почему один оказывается рядом с другим просто потому что это ритм или все-таки это взаимосвязи может быть они подруги или близкие очень близкие или может быть они сестры интересно смотреть вот на это вот обычно такой теоретик массовой фотографии бурдье говорит о том что фотография заставляет стандартизировать ходы то есть дает какие-то определенные стандарты связанные с тем что происходит в то или иное время и мы начинаем задумываться возможно это связано с появлением развитием кино когда все двигается а не просто так потому что нет таких движений в определенные в то время в конце 19 века да альбомы должны быть большими они же не просто стояли на полке они выкладывались их может посмотреть каждый кто приходит в дом да то есть по сути временно становится членом семьи можно было ему показать рассказать прокомментировать и он чуть-чуть понимал что происходит да он более глубоко проникал вообще положение этих людей он интересовался сейчас наверное это невозможно потому что мы я часто вижу когда люди едут и там в автобусе в транспорте каждый смотрит свои фотографии да разъединены и отправляют кому-то друг свои фотографии другому чтобы другой посмотрел но он точно так же смотрит эти фотографии в ленте и соответственно они не взаимодействуют никак здесь же именно до этого а то что вы выделяете фотографии это снимок с деревом это прекрасно потому что в какой-то момент действительно формируется определенные направления фотографии например съемка на дереве ну да мы знаем что и сейчас можно встретить фотографии где сняты на дереве но только гораздо реже такие как увешанные как яблони яблоко это же театр понимаете там же нужно понимать что фотограф зачастую был не просто любитель а профессионал который приглашался например на дачу он приезжал и перед ним разыгрывалась сцена похоже да похоже пересекается это мы еще не говорим что в голове у фотографа в этот момент было когда он снимал фотограф уже очень важное лицо в создании семейной фотографии он может быть гостем а может быть вплоть до врагом просто человек который пришел заработать деньги в 1880 годах появляется особый жанр и мы всегда вот когда об этом когда смотрим такие альбомы мы должны задумываться о том откуда же они появились а мы не то что смотрим мы по сути ежедневно делаем или ежегодно как бы делаем каждый в своей жизни во всяком случае к этому прикоснулся это там рождение ребенка свадьба да вот это вот альбомы посвященные одному событию это краткая история по-другому не расскажешь не скажешь потому что это краткая история жизни маленького ребенка от рождения ну почти от рождения от младенчества точнее до первых шагов и все он пошел стал самостоятельным другая история понимаете да здесь интересно смотреть кто участвует в его воспитании с кем он общается интересно обращать внимание на то что опять некие стереотипы поведения да как они его держат как кормилица держат ребенка как мама как папа какие у них отношения на на этот страницу из семейного альбома важно смотреть внимательно здесь есть загадка возможно она виртуальная такая загадка как бы вымысел просто не кажется она вам странно на самом деле важно вот для меня например важно не это важно то что когда мы смотрим мы что-то испытываем внимательно рассматриваем не просто пролистываем а внимательно рассматривать мы что-то испытываем как-то эти фотографии на нас влияют то есть а история которая возникает она не прочитывается но она развивается внутри нас она остается в нашей памяти это тоже суть семейного альбома то есть не просто пролистать не просто узнать что-то а действительно как бы переживать это заново и заново конечно но я говорю история потому что на самом деле история вот для меня важно важен всегда тот момент что я сколько раз не сталкиваюсь в разговоре просто просматривая старые альбомы если начинать дискутировать с человеком с которым ты смотришь то оказывается раскрывается то что он видит этот альбом совершенно по-другому то есть нет одинаковых выводов есть точки пересечения но в принципе история по-другому развивается мы все разные но самое самое видите дело не в этом дело в том что не в том что живое но не живое это опять же как бы наши догадки потому что да мы можем в принципе проникать вглубь делать выводы заключать что-то но дело в том что все что было и на предыдущем снимке указывало именно на это да а прежде всего что это вмешательство в изображение когда происходит ретушь ретушь когда удаляются различные детали да целью манипулирования и вот вопрос а когда это происходило в тот момент когда это снималось фотографом или это происходило тогда когда что-то менялось в семье и что-то привело к тому что фотографии начали удваиваться то есть размножаться появились различные варианты на самом на самом деле я я могу сказать такую вещь что то что мы здесь видим вот это вот мысль о том что он умер прежде всего мысль пока мы не заключили как бы нет факта никакого ничего не доказывает да что он умер а есть один момент который до сих пор используется фотографии осознанно используется это смаргивание ну в момент съемки длительной выдержки вы моргаете просто-напросто таким образом каждый человек умирает практически всегда есть прием таких фотографий очень много есть автопортреты которые как бы построены именно таким же образом фотография заставляет как бы тебя репродуцировать бесконечно да какие-то какие-то моменты интересно вот эта вот страница это то как происходит сбой в истории потому что мы вроде бы смотрим и все нормально с одной стороны а с другой стороны вдруг раз и лицо увеличивается увеличенное лицо заставляет лично меня например как интерпретатора задумываться о болище в стране чудес это невероятно это странное ощущение которое приковывает внимание к этой фотографии то есть куда бы мы не уходили мы смотрим да а но это моя интерпретация алиса провалилась и стала большой по отношению ко всем остальным ну я понимаю через какое-то время это же как бы тоже такая игра я же понимаю что это просто фотографии другого времени насколько она диссонирует со всем остальным да как не связано это значит она попала туда позже значит история снова меняется значит мы можем задумываться о том что эти две фотографии одного времени а это другого и может быть это она может быть да это паспорта фотографии на паспорт на паспорт да конечно или на личные дела теми же сюжетами стандартными становятся вот эти вот пикники представляете как это долго развивается и сейчас мы видим что они бесконечно бесконечно репродуцируются эти сюжеты я не знаю надоедают они надоедают но рассматривать их всегда интересно потому что там не столько наверное люди интересны а сколько та среда в которой они находятся что они оставляют после себя что маркирует это время бутылки корзинки а справа классический такой снимок который сейчас я думаю что цепыкова например снимают в огромных количествах лето альбом более позднего времени он совершенно потрясающий эта семья ну вот это вопрос но ведь в советском союзе возможно было еще восприятие семьи как коллектива именно поэтому могли появляться и появлялись альбомы которые просто от начала до конца заклеены такими фотографиями когда люди ездят поездки на курорты и фотографируются фотографируются я помню одна поездка в грузию это пятнадцать двадцать фотографий в каждом месте в котором ты останавливаешься напротив каждого каждой достопримечательности которая есть я думаю что это стремление оставить впечатление точно такие же не место в котором он был а скорее впечатление о тех знакомствах о тех встречах которые были потому что можно вспомнить действительно посмотреть и когда мы смотрим такую фотографию мы начинаем как бы пытаться вспомнить а кто это был такой а вот с этим мы точно что-то делали а вот этот попал в такую ситуацию а здесь такой линии да то есть история это развивается семейные ли это фотографии это вопрос тоже да хорошо это тоже показатель изменяющиеся интерпретации сейчас да фотография старая начинает совпадать с теми событиями которые происходят сейчас актуализируются начинаем нам точно так же будет интересно смотреть ну и вот на этом снимке я обращаю ваше внимание вот на это изображение прежде всего потому что вдруг неожиданно когда мы делаем акцентные фотографии увеличиваем потому что ну вот это вот первое цветное изображение так называемый автохром одна из первых цветных технологий массовых да когда мы его сканируем потом печатаем вдруг оно из семейного превращается в замечательное произведение искусства оно практически как картина мы понимаем в этот момент что по сути его никогда возможно не видели в таком большом размере то есть я начинаю задумываться что люди не смотря на то что в тот момент были например стереопары да но их редко показывали на экраны потому что это все выгорало это были ценные снимки но это действительно красивая фотография и вот этот вот конфликт который здесь есть когда это большая цветная современная фотография в современной печати которая ужасно красиво она красива не тем цветом который характерен для современного времени а каким-то далеко ушедшим от нас старым забытым цветом который позволяет интерпретировать который не привязывает нас в действительности он как миф как иллюзия а рядом фотографии обычные небольшого размера и вот этот вот конфликт размеров да он показывает насколько велика пропасть между художественной фотографией и документальной фотографии хотя если мы увеличим эту она может быть точно такой же красивый как это возможно именно поэтому это послужило причиной в какой-то определенный момент когда люди начинают увеличивать свои портреты старые фотографии и вешать на стену знаете такая попытка сделать фамилии портрет матери отца родственников чтобы не только смотреть в альбоме но и с целью того чтобы они всегда присутствовали с ними всегда можно было говорить общаться смотреть может быть поэтому тоже все эти фотографии вешались как картины несмотря на то что многие их помещали под стекла но они были вот так вот наклонены чтобы удобно смотреть интересно смотреть в данной ситуации еще и обложки альбомов и гадать потому что действительно это история культуры какие альбомы выбирает человек какой сейчас выбирает прекрасно мы все знаем приходим у нас выбор не очень на самом деле большой точнее он большой но они все современные они все пластиковые да по четыре фотографии но можно там как бы тот точно так же наклеивать можно купить отдельный альбом дорогой с обычными пустыми страницами разворотов но в большинстве случаев нам легче просто вставлять туда в кармашки и в этот момент когда мы вставляем мы точно так же начинаем повторять эти комбинации которые свойственны были для авторов которые собирали первые альбомы дизайн разный и мы можем думать какое время это было сделано на самом деле определить очень сложно во многих случаях потому что например где-то в 60-х годах использовали эстетику 1900-х годов сейчас альбомы которые мы покупаем они используют вот такую вот эстетику в некоторых случаях именной мы не можем обойти стороной дегератип фотография которая никогда не предполагала помещение в альбом хотя всегда была обращена к памяти к памяти о детстве о тех переживаниях которые испытывает радости матери с ребенком в общении с ребенком а это более сложно когда дегератип сам становится объектом это уже почти семейный альбом это удивительно когда фотография начинает совмещать несколько слоев и вдруг возникает как раз вот это вот связь времен людей истории поколений еще один снимок но здесь уже очень точно да что это постмортом наверно один из первых сюжетов который очень быстро распространился и стал стандартным для практически всего мира потому что везде снимали такие сюжеты попытки что-то оставить в своей памяти можно сказать мы сейчас знаете находимся ну живем во времени когда таких фотографий практически не делают да в общем-то и на похоронах уже не снимают это ушло из нашей как-то жизни хотя совсем недавно это было еще распространено и все фотографировались ну 80-е начало 90-х возможно я не говорю про западную западный семейный альбом хотя там примерно то же самое происходит никто не хоть не хочет думать о смерти все стремятся жить да а до 90-х совершенно спокойно это был ритуал фотографии таких очень много где люди снимаются на парахарана а ну вы знаете я думаю что это ушло в больших городах в больших городах нет я по профессии фотограф поэтому я в 80-х в середине 80-х в конце 80-х я еще фотографировал я не знаю зачем это надо было людям у меня как бы в голове уже была мысль об этом что зачем это нужно да но это была традиция очень сильная традиция и вот на контрасте с тем что мы увидели да 1850-е годы это английская фотография это совершенно потрясающий семейный альбом он просто завораживает тем что а там это коллажи там вырезаны лица из фотографий они наклеены и дальше рисунок идет ну я думаю что это в какой-то момент было распространено когда фотография и живопись еще боролись между собой да это связано именно с этим потому что фотография была утилитарным каким-то занятием хотя она интересовала людей но что-то в ней было неправильно все таки и поэтому происходило вот это вот оживление а плюс к этому здесь же попытка рассказать историю вот ту же семейную историю которая развивается в более поздних альбомов когда люди начинают собирать исходя из какой-то концепции да что они хотят рассказать о своей семье ничего не уходит это тот же самый да как бы но смотрится очень современно те же самые занятия которые характерны для сегодняшнего времени по сути хочется вот на основе этого сделать вывод о том что действительно да ничего ни один период ничем не отличается кроме как эстетики да потому что сейчас человек в меньшей степени наверное стремится производства таких альбомов потому что они трудозатратны это сколько времени нужно потратить на это каждую страницу а например в сороковых пятидесятых в тридцатых в сороковых и пятидесятых есть такая форма альбома как детские сады да это тоже связано с советским периодом истории когда фотограф приходит в детский сад в какую-то группу и начинает фотографировать эту группу не для того чтобы подарить детям или не только подарить детям и родителям нет он создает альбом с целью того чтобы подарить например сделать подарок Сталину детского сада такого-то у нас в собрании есть альбом тридцатых годов который как бы в котором есть надпись что он сделан в двух экземплярах и что один экземпляр первый был отправлен в Москву в подарок Сталина я говорю именно о конкретике нет там совершенно другие действия там здоровые малыши они позируют в каких-то определенных сценках например как бы на крейсере Аврора так как это Ленинград или занимаются физкультурой обливаются там все выдержано потом вот появляются альбомы которые совмещают вариант коллекционирования и обмена то есть это когда появляются визитки наверное вот самый ранний я думаю что вам тоже точно так же показывали этот альбом потому что он такой ценен опять же 60-е годы это альбом семьи эйлеров эйлер точнее в которых по сути соединяются не только родственники а некий круг очень широкий и цари и писатели известные и фрейлины и ученые и генералы и вот люди одного круга это тоже довольно таки любопытно потому что это этапная ситуация этапная ситуация когда люди начинают приучиваться к собиранию фотографий ведь до этого фотографию могли не собирать и не вкладывать в альбом сама по себе мода на альбомы появляется чуть-чуть позже то есть нужно было создать дизайн альбома чтобы было удобно хранить эти фотографии а для того чтобы его создать нужно было получить некий объем фотографий для того чтобы их складывать то есть замкнутый цикл естественно здесь опять в ситуации этого альбома стоит размышлять как они распределялись эти открытки мы не можем кстати говоря сказать вот когда я смотрел в оригинале этот альбом я задумывался о том насколько где-то подписано а где-то не подписано насколько этот порядок сохранился не переставляли ли фотографии не менялось ли что-то со временем когда например кто-то по каким-то причинам попадал не милость кто-то уходил кто-то приходил в дом да когда он переполнялся и оттуда вынужденно уже как обычно это бывает вытаскивали какие-то фотографии вставляли новые но это абсолютно статусный альбом имеющий статусный характер и он очень важен для понимания того как вообще альбом развивается потом в будущем и структура самое важное это структура упорядоченность его потому что на самом деле с этой упорядоченностью в дальнейшем будут бороться знаете это не свобода один из вариантов не свободы каталогизация всего очень интересно рассматривать историю фотографии через семейные альбомы и вот это альбом семьи Ростовцевых но когда я вот смотрю если меня не интересует например сама по себе семья я вдруг открываю для себя новый уровень вы знаете всегда задумываешься семья Ростовцевых включала фотографии тех мест и снималась у тех фотографов где они жили и куда они регулярно приезжали это Москва Петербург то есть вот постоянная миграция или обменивание этими фотографиями они все подписаны но на первый план здесь очень часто выходит именно отелье это история отелье это история стилей и когда мы на это обращаем внимание нам становится интересно смотреть так снимал Деньер а не только Ростовцевых да а так снимал Тулинов Деньер в Петербурге Тулинов в Москве есть ли разница между московской и петербургской школой фотографий портретной фотографии происходит смена это уже открытка это абсолютно точно другой период и здесь больше нет фотографа он потерялся это НЭП или после снято после национализации отелье когда появляются артели где автор не имел права указывать свой свое имя в этом контексте когда рассматриваем действительно понимаем что все фотографии снимают по-разному они кто-то в большей степени художник в большей степени ремесленник мы видим как в ранней фотографии как вот здесь стремятся к минимализму и показывают исключительно головку персонажа портретируемого конечно это стремление к классическому живописному портрету овал а дальше этого не будет следующее тоже довольно таки интересный альбом альбом это вот как детский альбом только это посвящен вот тоже когда он полстый и он состоит от большого количества отпечатков но когда ты его смотришь ты обращаешь внимание на одного человека который является героем и который практически присутствует ну в семидесяти процентах наверное фотографий это молодой барин как устроен его мир что он считает для себя главным и возможно что этот альбом создавался не им а его по родителями его матерью но зачем с целью правильного прочитывания истории это довольно таки тоже любопытный момент потому что что такое правильное прочитывание истории это когда происходит воспитание и тот или иной человек как бы становится человеком с базой с истории со значимостью определенно удивительно смотреть если внимательно рассматривать все фотографии очень интересно и удивительно рассматривать как он превращается в подростка из маленького мальчика он превращается в подростка и в конце концов он становится самостоятельным он уже ходит на охоту он один ловит рыбу он ездит на лошади уже не на пони он ведет себя уже как бари еще один альбом который резко отличается от того что было до этого и на него тоже интересно смотреть потому что вы знаете вот говорил я вначале что вообще для семейного альбома не так свойственно или не так характерно использование пейзажи и здесь вдруг возникает вот этот симбиоз когда есть человек и есть пейзаж прекрасный причем пейзаж сделанный со вкусом уже это начинает говорить о том что человек с очень высоким образованием возможно художественным потому что здесь настолько все правильно сделано настолько качественно оформлено или уже он нанимал фотографа это 1800-е годы для 1880-х годов это очень на самом деле редкая фотография редкий случай когда в одном альбоме можно встретить пейзаж автопортрет можно встретить этнографическую съемку то есть как бы круг интересов этого автора был огромен его интересовало все но при этом все снимал практически идеально вы знаете не видно что это фотограф ну то есть нельзя это заключить так есть определенный момент который постоянно говорит о том что большинство фотографов не снимают свою семью это их профессия вот вы представляете да как бы вы работаете целый день потом приходите домой и снова начинаете заниматься фотографией это очень тяжело они или меняли направление или соответственно редко фотографировать скорее легче было научить кого-то из членов семьи фотографировать потому что все же было можно было фотографировать учили детей так появлялась новое поколение которое продвигалось дальше ну и двигала в общем-то не только семейную фотографию и семейный альбом направление семейного альбома а вообще все у него у него такая высокая чувствительность цвету снимки действительно прорисовано очень хорошо время перехода и здесь очень важен вот этот вот момент и в российской фотографии мы его практически не видим не встречаем это появление кодека что такое 1900 годы конец 1890 и 1900 годы это распространение любительской фотографии вот это вот оригинальные снимки это снимки фотоаппаратом кодек первого выпуска они такие были круглые чему это привело то есть знаете историю может быть слышали что первый кодек заряжался пленкой 100 кадров точнее это была не пленка а бумага покрытые эмульсией и соответственно там происходило появление уже фотографии это не было негативом его обрабатывали то есть как бы обращение методом обращения и появлялись вот такие вот синие фотографии они очень характерны если будете встречать круглые синие этот сто процентов первый кодек и когда человек получал нужно было отправить камеру на завод изготовитель где обрабатывали ее потом присылали уже заряженную и с фотографиями уже как бы обработанными и человек получал сразу 100 фотографий что он делал он все их наклеивал в альбом он не мог избежать ничего вы понимаете откуда пошла эта традиция не выкидывать ничего то есть их много их уже некуда девать но при этом они все их становится все больше больше 100 200 300 400 то есть уже не по одной а сотнями в общем да от этого и идет современная фотография когда мы не знаем что с ней делать в конечном итоге и иногда не можем выбрать из дублей и думаем нет и этот дубль хороший и этот хороший и это на всякий случай оставлю естественно формат потом этот формат был неудобный круглого снимка и стал обычным и появились к этому моменту появляется еще увеличение соответственно имеется в виду любительские аппараты для увеличения прежде всего использовали те же самые волшебные фонари изображения которому можно было увеличить фотографию и получить как бы не очень хорошего качества изображения и вот этот например страницы этого альбома показывает что показывает этот серьезный разрыв когда мы только что видели почти совершенные может быть чуть-чуть выгоревшие фотографии от времени а здесь мы видим все нарушение качества на самом деле любитель подходит к этому совершенно по-другому каждое полученное изображение оно хорошее то есть это успех и оно сохраняется и редкий на самом деле случай для этого времени мы видим автора который включает себя в этот альбом на самом деле говорят что это этот период 1900-х годов это время молодых то есть камера которую покупал покупали в семье она точно так же быстро надоедала и давали снимать ребенку который с удовольствием его использовал и экспериментировал если у него была была к этому склонность сюжетами таких фотографий становятся очень близкие для нас темы и они каким-то образом перекликаются с теми что были были до этого но при этом это свобода которая дала переносная ручная камера ничего больше не надо легкий штатив который закинул взял в руки и снимай сколько хочешь на природе еще где-то любое движение можно уже снять быстрая выдержка короткая это игровые сценки которые начинают возникать большом это естественно такое классическое фотография помните уже говорил над съемка около или на достопримечательности или около достопримечательности тогда это были природные объекты столько их огромное количество съемка на водопаде кивач например кто попадает туда все фотографировались или подвое или группы появляются новые направления потому что у людей есть определенные увлечения так называемые и вот видите серии охотничьи рассказы такой уникальный альбом потому что его интересно смотреть с точки зрения того как происходила охота тогда и как она как бы фотографировались вычислялась в некой игровой форме все позировали снимались опять же с трофеями но одновременно можно смотреть и видеть что те же самые люди которые ходят на охоту прячутся это все молодые новый новый вариант когда в альбомы начинает возвращаться раскраска самодельное творчество они конечно очень сильно оживляют эти альбомы это интересно они становятся красивыми и самое главное что каждый альбом становится уникальным его очень интересно заново показывать потому что он демонстрирует умение не только фотографировать но еще и рисовать украшать альбом делать его ценным кстати говоря вот здесь вот тоже можно обратить внимание это виньетки то есть виньетка это некий стандартный негативчик который продавался который можно было приложить на бумагу потом впечатать туда еще изображение такой в контактной раме сложить его с изображением получается вот такая вот фотография интересно что эти виньетки они очень быстро распространяется их количество и ассортимент в какой-то момент был очень большой и в каталогах 1900-х годов вот дореволюционных их десятки просто вы можете выбрать и такую и такую и к празднику и как бы какому-то общественному празднику и дню рождения и можно придумать что-то самому да но есть некая стандартизация и не выживая долгое время эти виньетки еще используются аж в пятидесятых шестидесятых годах это стерео пары еще один как бы вариант семейного альбома который в принципе никогда не являлся им в тот момент когда эти фотографии производились вы понимаете что их никуда не вклеить в принципе то есть их просто показывают демонстрируют но для этого это как кино нужно организовать события нужно сесть и смотреть эти за счет прихода цифровых технологий мы их сканируем и они вдруг раз и преобразуются в семейный альбом но очень интересно смотреть именно на разницу между любительской стереофотографией и профессиональной стереофотографией обратите внимание то есть это аппарат который делается не два кадра одновременно а по очереди за счет такого мультипликатора сдвигающегося который позволял сдвинуть материал на другую сторону и сделать с ним второй раз где-то все практически одинаково а вот здесь нет но для нас важно когда мы смотрим находим это то мы начинаем искать везде несоответствие потому что это игра конечно это игра и возможно что в то время хотя я не встречал таких вот указаний на это возможно что это использовалось для какой-то игры мы же не знаем воспоминаний просто нет об этом 1900-е годы привели к тому что ну вот 1890-е 1900-е годы привели к тому что вошла в моду съемка детей с детьми и не запеленных а демонстрация это очень важно продемонстрировать ребенку это новый такой вот уровень когда когда мама показывает хвастается этим на самом деле вы можете сказать ну да а как же на геротипах там то же самое было но дело в том что что вот перерыве это не делали не было принято то есть мы целый целых 50 где-то лет потеряли из-за этого а мы редко встречаем такие фотографии потому что были правила съемки стереотипы и очень интересно смотреть этот альбом потому что он посвящен он эмоционально очень сильный он посвящен наверное молодости здесь очень много нарушений это вот такие игровые сценки которые очень интересно рассматривать потому что как у нас сейчас куба по сути такая же фотография длинная большая мы начинаем сравнивать наблюдать то есть в принципе фотография нас тренирует уже на то чтобы мы размышляли о том что мы видим это я говорю не о сегодняшнем времени а о том времени что мы видим как мы это переживаем ну и естественно вот такие вот действительно милые фотографии с животными и я редко вижу этого типа снимки но здесь вот она современная такая китчевая фотография сейчас я ее покажу просто шедевр вы представляете насколько воображение срабатывает у человека да тяжело но ведь портрет а в этой в этом снимке там несколько в альбоме такого типа фотографий начало того пути когда вот фотографию приходит эротика причем домашняя эротика это совершенно другой тип фотографии если в американской фотографии эротика пришла где-то уже в 1890х уже эксперименты идут а в девятисотых ее очень много и уже никто не скрывает как бы этого потому что они это очень странным образом как это происходит когда человек снимает а потом что он должен сделать он ее должен скрыть убрать из семейного альбома положить какой-то пакетик чтобы потом кому-то демонстрировать или себе демонстрировать или что но все эти фотографии попадают в массовую по тем или иным причинам они начинают попадать как бы в общественную среду и они формируют вкусы к этому да это становится модой моментально здесь легкая фотография 1900-х годов это россия здесь этого не не сильно распространено возможно чтобы распространение что это потом бы распространилось но по факту мы этого не видим а дальше вот тоже как бы интересная эта тема совершенно по-другому но вот наверное это как раз передает время золотого века да или золотого периода в истории человечества первый перед первой мировой войной всем весело всем радостно здесь нет никакой трагедии они все шутят дурачатся с и естественно но но мы говорим о том что это прослойка росла то есть средний класс распространялся были и богатые рабочие то есть ну состоятельные рабочие там мастера цехов ну на самом деле вот видите хотя она и краткая я изначально знаю что вообще весь материал по поводу этого не показать и это бесконечные такие размышления о том что же что же вообще как бы фотографии происходит в это время и сейчас вот вы видите еще один альбом и вот это странно да мне сейчас уже приходит в голову странно то что этим занимается молодежь но есть свидетельство например профессиональных фотографов которые говорят о том что в профессиональные фотографии долгое время отказывались в россии имеется ввиду от ручных камер то есть кодек был неинтересен все снимали на форматную пленку делали качественные изображения но произошел слом и они начали отказываться или пошли на компромисс в тот момент когда они уже не смогли сладить массовым количеством фото любителей которые наоборот снимали наручные камеры и не хотели идти в ателье понимаете что происходило в основном это молодежь которым было легче путешествовать обращаться с этой камеры она давала им возможность но она не было того качества все эпоха классического альбома заканчивалась хотя мы сейчас когда смотрим свои альбомы мы говорим о том что это они классические на самом деле это уже не классический альбом классический альбом это совершенная фотография снятая для того чтобы репрезентировать себя а более позднее они репрезентируют нашу частную жизнь не нас а нашу частную жизнь то как мы живем куда мы путешествуем и так это и продолжается и вот 1916 год вот такая страничка это удивительно потому что этот альбом а сейчас вот я не дочитаю не помню как называется он посвящен девушкам вот этого молодого человека абсолютно концептуальная штука то есть вы представляете что это такое как бы его победам его каким-то приоритетом до его отношению ко всему этому ну естественно здесь есть записку которые ему писали наверное девушки вплоть до того что вот этот альбом важен графа толстого потому что он эмигрантский то есть 17 год и происходит эмиграция очень много большое количество людей таких достатка или царской крови они уезжают эмигрируют дворянской крови сейчас вот он здесь показывает альбом посвящен по сути переместу или процессу эмиграции они начинают с туниса в 1920 до и заканчивается 22 когда они оседают уже все они осели и живут в одном месте альбом этом тоже как бы относится к молодым людям которые вот 1900 их начинали снимать поэтому вы их поле зрения попадает огромное количество всяких разных фотографий но они продолжают еще снимать и семью так вот здесь вот и очень интересны подписи которые делаются в тот момент они позже это очень современная фотография это практически то как мы действительно снимаем а многие из нас снимают мобильным телефоном я снимаю это 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 еще вот это еще вот это на всякий случай а потом еще делаю там сэлфи да и еще что то и если пустить эту ленту то это и есть наша жизнь здесь тоже самое они интересны по ритмике когда мы смотрим что ритмы абсолютно разные персонажи могут быть близко к камере далеко к камере какой-то мере кажется что это кино потому что движение заложенное как бы в само по себе путешествие вот этого перемещения когда они едут из города в город посещают какие-то места в которых есть архитектурные памятники много стран достаточно они посещают пока они оказываются швейцарии вот и их быт который вообще не соответствует вообще пониманию что игра с убором да это нам сейчас а в тот момент мы можем видеть как они в эмиграции вот когда вот здесь занимается стиркой белья и вот сегодня тоже говорил что уже вспоминали эту фотографию что видите курят кто-то мне сказал что да это же обычное дело в то время дети курили я думаю никогда не слышу ну вот есть воспоминания оказывается о том что можно было дети у этого самого николая курить и еще один альбом видите как меняется вот эта ситуация альбом детства да здесь начинается с 31 года и он целый вот так вот и идет постраничная страничка 31 потом 30 разворот точнее 31 32 33 фотографии не очень много он тоненький 35 последние фотографии 36 года дальше не истории более поздние альбомы тоже довольно интересно на них смотреть это вкрапление в семью вождя то есть захватывание этот процесс когда вся страна эта семья и один только отец помните это да что сталин наш отец ну в определенный период было ну и соответственно самые грустные нас на самом деле в семейные фотографии в семейных альбомах это 50-е 60-е годы начала 60-х они действительно грустные потому что там нет чего-то яркого только сотки пилю какой-то мере оживляется эксперименты заново появляются и в искусстве и фотографии и вообще везде и сразу же меняется альбом а здесь самое важное что кажется что в таких альбомов и же уже снимали на узкую пленку и фотографий было много и поэтому дубли делали да и снова дубли начинают наклеиваться соединяться но уже не стой фантазии как было до этого самое страшное что а на что вообще нужно обращать внимание в этот период что делает фотографию скучный скучно и делает стандартизация да это какую бумагу купил на такое напечатал вот вся пачка и все фотографии 9 на 12 купил 10 на 15 допечатала 10 на 15 до ничего не обрезается что есть то есть чистая документация плюс к этому это все таки плохая очень обработка все делаю из домашних условиях не профессиональные фотографии но как бы уровень все равно возрос качество качество этого самого работ изготовлены ну и в конечном итоге вот это вот как скука она превращается в то что по сути все фотографии начинают сводиться к одной съемке до брить представляете приехали на дачу отсняли пленку напечатали все больше я не снимаю потом поехали на юг отсняли пленку напечатали чё и так постоянно то есть по сути одни и те же сюжеты одни и те же люди одно и то же повторяется 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 и скучно становится ну а в 80-х то есть в семидесятых годах как мы вот здесь вот видим я уже до конца просто дошел есть семидесятых 80-х годах мы вернулись опять к классической фотографии неожиданно да потому что модно стала ходить в ателье ну еще как бы естественно после революции она стала дешевая фотография она стандартизировалась люди ходили я знал женщину которая ходила раз в неделю фотографироваться вы представляете что это такое да никто не знал она приходила каждый раз одевала какую-то другую одежду не могу сказать что она была красива она была одинокая и она вот фотографировала она все время выбирала одну и ту же позу и если ей говорили давайте мы сами снимем по другому нет она говорила нет только так как вот этот сам и все это неизвестные люди понимаете вот как раз это очень странная штука потому что если у нас есть интерес к старому то сейчас только может быть возникает интерес к этому периоду только-только возникает и вот этот вот эти фотографии они же знаете они зачастую могут говорить нам о некой красоте шестидесятых семидесятых восьмидесятых годов с другой стороны они в какой-то мере например вгоняют тоску потому что они однообразны знаете почему однообразно потому что фотографы снимали примерно одинаково везде это же потоковая система была было три четыре варианта и все представляете вот человек приходит садиться на одно и то же кресло на то же место и на него тратится от силы пять минут знаете как бы как поэтому в этом смысле стоит вспомнить ателье надара у которого было три этажа каждый этаж бы для разной съемки но вы представляете что это такое и куча всяких атрибутов с которыми мог сниматься человек включая платье которые он мог предложить представьте себе что сейчас в ателье в каком-нибудь вам предложат платье а от кутюрье вот висит такое 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 приходите и тогда соглашали точно так а в 30-х годах фоны фон рисовался желание это было отдыхать поэтому самолет корабль пальма и все остальное это суть семейных фотографий там того времени но к сожалению потеря альбома вот уже стык в 30-х годах альбом начинает по сути исчезать выходить из оборота легче хранить легче переезжать потому что вы понимаете что связано в суши с 30-х годах стройки в 50-х там целина еще что-то 60-х даже цена или 50 и соответственно пачка фотографий которые ты положил в сумку в чемодан и переехал чем альбом таскать все культура альбома начинает растворяться то есть мы сейчас находимся вот в конечной фазе этого всего потому что мы не знаем куда этой куда это в конечном итоге приведет